Когда вы подумали, это всего лишь царапина, но все оказалось намного серьезней. Упал с велосипеда на мокрой гравии, когда мне было 8 лет. Ничего страшного, поцарапал колено и промок. Остаток дня играл на улице и вернулся домой к ужину. Пошел в ванную, а когда стянул джинсы, то понял, что промок не от лужи на земле, а от крови. У меня была огромная рана на колени, и когда я стянул штаны, лоскут кожи оторвался, и она снова начала кровоточить. Мои первые швы. Когда я выпал из окна и разрезал себе живот, моя толстая кишка и желудок вывалились из моего тела, пока я лежал и смотрел на своих друзей, истекая кровью. Был в шоке и сказал, это всего лишь царапина. Друзья до сих пор меня подкалывают. Изменено, еще в старших классах я пытался снять фильм о зомби. Думал, что каким-то образом отскочу от окна, но нет. Я разбил окно и вывалился. Мои друзья помогали держать мои внутренние органы внутри меня. 20 минут ждали скорую помощь и 45 минут ехали в больницу. Всю дорогу в сознании. Одна восьмичасовая операция и четыре переливания крови. Я все еще жив 8 лет спустя. Очень благодарен современной медицине и врачам за то, что спасли меня. У меня все еще есть видео. Меня сбила машина в средней школе. Я отлетел, потерял сознание на долю секунды, когда ударился о землю. Слава богу, на мне есть шлем. Когда я пришел в себя, люди вокруг меня спрашивали, все ли со мной в порядке, что случилось и так далее. Я такой, о, да, я в порядке. Я просто собираюсь сесть на свой велосипед и уехать прямо сейчас. Но на самом деле я даже не двигался. Потом люди начали предлагать мне вызвать скорую помощь, позвонить маме и так далее. Я подумал, почему, я же в порядке. Я даже сказал маме по телефону, что все равно поеду домой на велосипеде. Но оказалось, я сломал полностью обе ноги и часть лодыжки. Просто чистый адреналин и шок. Я также отчетливо помню, как подумал, а, вот каково это, попасть под машину. Кроме того, нога не лежала правильно, вероятно, от движения. И доктор решил дать мне веселящий газ, пытаясь вправить мои кости на место. Я был в ступоре и смеялся, чувствуя, как скрижищут мои кости. Перевернулся на машине. Вылез из машины растерянный и в шоке, только шею заклинило. Как человек, который постоянно вправляет костяшки пальцев, спину, шею, мой инстинкт был просто, ах, я не ранен, слава богу. Просто нужно вправить шею и все будет в порядке. Прежде чем я закончил обдумывать эту идею, мой позвоночник поддерживал человек позади меня, наблюдавший за моей аварией. К счастью, он оказался дежурным пожарным. У меня было сломано три шейных позвонка, я просто еще не мог этого осознать из-за адреналина. Мне еще потребовалась полноценная операция по срастанию кости бедра и вставке пластин винтов. Если бы за моей спиной не было того человека, и если бы я руководствовался своим инстинктом, это всего лишь царапина, я был бы парализован или мертв. Я бармен в ночном клубе. Однажды вечером во время работы я наливал напиток, а другой рукой потянулся назад, чтобы открыть холодильник. И вот тогда я услышал хлоп и почувствовал сильную боль в области спины и плеча. Боль была довольно сильной, но я был уверен, что просто потянул мышцу, и не было особого смысла обращаться к врачу, кроме как за обезболивающими. Поэтому я ждал. Боролся с болью, которая временами была такой сильной, что становилось трудно дышать. Была пятница, я отменил смену в субботу и взял выходной в воскресенье, понедельник и вторник, прежде чем вернуться на работу в среду, куда я приехал на велосипеде. В общей сложности я прождал 9 дней, прежде чем наконец решил обратиться в скорую помощь. У меня был коллапс легкого. Называется спонтанный пневмоторакс. Через 20 минут после того, как я попал в отделение неотложки, меня поместили в отделение неотложной хирургии. По сути, я дышал только одним легким. И любой серьезный удар в мою грудь привел бы к коллапсу второго легкого и, вероятно, убил бы меня. Я сломал шею на огромной прибрежной волне и не хотел покидать пляж, поэтому продолжал плавать и играть в волейбол, пока мои друзья не заметили, что моя шея распухла и стала больше, чем голова. Срань, господня, повезло, что тебя не парализовало. Супер, повезло, я раздробил и сломал три позвонка, и теперь у меня в шее металлическая пластина. Чувствую себя прекрасно, прошло уже 20 лет. Когда я была совсем маленькой, я натянула скатерть на столе и умудрилась вылить на себя только что закипевший чайник. Меня срочно везут в больницу. Моя кожа покраснела и пузырится. Я должна была бы разрыдаться. Вместо этого я с гордостью указываю на свою обожженную кожу и заявляю фельдшеру, это сделала я. Прошло более 30 лет, и у меня все еще есть несколько шрамов, но я определенно больше не такая крутая. Пару лет назад мой приятель сломал мне нос в классе, и учитель велел мне вести себя тихо. У парня, с которым я ходил в школу, случился эпилептический припадок на занятии. Учительница стояла и кричала на него за то, что он сорвал урок в течение добрых трех минут, прежде чем все поняла и решила вызвать скорую. Я катался на велосипеде по горам и упал. Я не справился с управлением и упал с холма прямо на автомобильную дорогу, где меня чуть не сбила машина. Я быстро встал, поблагодарил водителя за то, что он не убил меня, а затем сел на свой велосипед. Я знал, что дорога выходит на тропу, по которой я ехал, и я могу встретиться со своей группой, которая не видела, как я упал. Когда я подъехал к ним, один из друзей посмотрел на меня и спросил, что случилось. Я слез с велосипеда, подошел к нему, пока мы ждали остальную группу, и просто сказал, что упал. Затем он посмотрел на меня сверху вниз и спросил, что, черт возьми, случилось? У меня все в порядке. Несколько порезов и царапин на руках и предплечьях, моя нога кровоточит, и все. Затем я посмотрел вниз и понял, что содрал половину кожи на ноге об асфальт. От всего адреналина я даже не почувствовал этого. Ребята позвонили чуваку, который согласился забрать меня с гор и отвезти в больницу. Меня сбила машина, когда я ехал на велосипеде. Я отскочил от лобового стекла, пролетел по воздуху, сломав лобовое стекло, мой шлем и два позвонка. Затем меня швырнуло на землю, где моя коленная чашечка разлетелась вдребезги, а из кожи торчала кость. И пока я лежал на земле в шоке, не осознавая, насколько сильно я был ранен, я подумал, возможно, я смогу вернуться на свой велосипед и поехать домой. Я был ребенком и играл с другими детьми. Каким-то образом я оказался на дереве. Я получил небольшой порез на руке и был безутешен. Побежал в дом к маме, чтобы она оказала мне первую помощь. Она заклеила порез одним из самых маленьких пластырей. Когда я повернулся и начал выходить из дома, она начала кричать, и я просто посмотрел на нее, типа, что? С задней стороны моей ноги тянулся кровавый след. Даже не заметил. Моя первая работа была мясником, и однажды я пришел на работу с жутким похмельем. Я наточил ножи, это были дерьмовые ножи, которые все время тупились, и сразу же порезал палец. Я не придал этому значения, отпахал свою смену. Когда вернулся домой и решил как следует перевязать рану, то обнаружил, что она глубокая, до кости. Короче, теперь у меня нет чувствительности в пальце уже несколько лет. Несколько лет назад я болела, и меня сильно рвало. Не прикольно, но это просто кишечный грипп, и через пару дней я буду в порядке. У меня начала возникать необычная боль в животе, но для меня это был просто побочный эффект всей той рвоты, которая меня мучила. Я провела ночь одна в комнате по двум причинам. Первая, потому что мне было чертовски жарко. И второе, в случае, если мне нужно было встать, я не беспокоила своего партнера, который рано вставал на работу. Мне удалось нормально выспаться ночью, когда рвота прекратилась. Но я все равно чувствовала себя дерьмово. Когда мой парень пришел навестить меня перед уходом на работу, он спросил, как я себя чувствую. Я все еще чувствовала себя ужасно, но это кишечный грипп, я не могла мгновенно поправляться. Но эта острая боль все не проходила. Услышав, что мне все еще больно, он настоял на том, чтобы отвезти меня в больницу. Я не думала, что в этом вообще была необходимость, но я была слишком измотана, чтобы спорить. После долгих расспросов врачей и вопросов о том, была ли я беременна, оказалось, что мой аппендикс в процессе разрыва. У меня обратная история. Напился до отключки во время барбекю и упал руками на решетку, которая несколько часов простояла над огнем. Моя жена и друзья все сходили с ума, думая, что у меня определенно ожоги третьей степени. Я вышел из отключки в ванной, когда все они пытались вымыть мои руки в холодной воде. Когда вся сажа сошла, каким-то образом я был совершенно невредим. С тех пор все меня называют несгораемым. Сломал копчик и полгода даже не догадывался об этом. Изменено, узнал, когда мне сделали рентген. У меня всегда были умеренные боли в спине, но у меня также высокий болевой порог. Это единственная кость, которую я когда-либо ломал. Мне кажется, было 14 лет. Моя младшая сестра упала примерно с 15 ступенек в доме нашей бабушки, когда она была совсем маленькой. Она встала, хихикнула и пошла перекусить. В другой раз, еще малышкой, она должна была дремать, мы были в гостиной и услышали громкий стук. Мы побежали в комнату, думая, что она упала с кровати. Нет, ей каким-то образом удалось уронить телевизор. Это было в начале 2000-х, телевизоры были тяжелыми, и он упал на нее сверху. Она лежала там в позе снежного ангела. Когда мы подняли телевизор, она встала и попросила лед. Не для того, чтобы облегчить боль, а чтобы поесть. Моя младшая сестра была и остается чемпионом. Я делал маску ниндзя. У меня был кусок ткани, и я пытался вырезать отверстие для глаз, используя маленький нож. Нет, она была не на моем лице, я не был настолько глуп. Но я держал ткань и резал ножом, нож соскользнул и вошел прямо в мой мизинец. Мне пришлось действительно вытаскивать нож. Он прошел прямо рядом с моим суставом и вонзился прямо вплоть на мизинце. Я вытащил нож, и кровь просто лилась из меня. Никогда бы не подумал, что мизинец может сильно кровоточить. Хуже всего то, что я был дома один. На самом деле это было не так уж и больно. Не хуже обычного пореза с точки зрения боли. Во всяком случае, кровь вытекала с такой скоростью, какой я никогда раньше не видел. Я пошел в ванную и обклеил палец семью пластырями, а затем взял скотч и обмотал им все пластыри. Я подумал, конечно, это точно остановит кровотечение. Я сказал к черту маску ниндзя и немного посидел на диване, смотрел телевизор, а потом заметил, что скотч начинает соскальзывать. Кровь пропитала все пластыри максимум за 5 минут. Поэтому я взял несколько бумажных полотенец и решил зажать рану, но порез был не очень симметричным. Я не мог понять, как снова собрать кожу. Я сделал все, что мог, и кровь протекла через кучу бумажных полотенец, и я наконец подумал, черт, я думаю, мне придется позвонить в 911. Поэтому я позвонил в 911. Они выехали, и к тому времени, когда они добрались до меня, я чувствовал себя довольно слабым. Мои раковины, ванная и кухня были залиты кровью, а в некоторых местах и пол. Они отвезли меня в больницу и наложили швы. За пару недель все зажило. Доктор сказал, что мне повезло, что я не перерезал сухожилия. Моя мама приехала в скорую помощь, чтобы забрать меня домой. Это была довольно неловкая поездка. Она немного поругала меня, потому что я слишком стар, чтобы заниматься таким дерьмом. Самое интересное, что я действительно был слишком стар, чтобы делать маску ниндзя. Вы, вероятно, представляете себе 10 или 11-летнего ребенка. Да нет, мне было 19 лет. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании, и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. А также дополнительные острые выпуски, которые не попали на YouTube из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.